Приветствую вас, друзья, на канале. Сегодня буду собирать аккумулятор для электрической лодки на 14,4 вольта, 170 ампер час. Заказал небольшую партию этих элементов. Поставщик заявлял, что они на 200 ампер час. Но тесты показали, что элементы на 170 ампер час. Видео с тестами также есть на канале. Я оставлю ссылку в описании и закрепленном комментарии. Также есть видео, где я тестирую эти элементы на содержание металлических пластин внутри. В сети есть ролик, где распиливают один из таких элементов. И внутри стоит стальная пластина для утяжеления элемент. Видео тоже есть на канале. На него я также ссылку оставлю в описании и закрепленном комментарии. Из таких элементов я хочу собрать и себе аккумулятор, чтобы питать зарядное устройство iCharger 4010 Duo для того, чтобы пользоваться регенеративным разрядом. Те, кто не смотрел видео, где я поясняю, что такое регенеративный режим в зарядном устройстве, обычный режим, когда мы зарядным устройством разряжаем аккумулятор или элемент и замеряем его емкость, зарядное устройство выделяет эту энергию на себе в виде тепла. А iCharger 4010 Duo имеет режим регенеративного разряда, то есть, если питать зарядное устройство от какого-либо аккумулятора, и он будет недозаряжен, то можно всю энергию перекачивать с разряжаемого аккумулятора в аккумулятор, которым питается зарядное устройство. Вкратце, я думаю, понятно. И вот для этого я хочу собрать мощный аккумулятор. У меня вот есть вот такой вот аккумулятор, но в него много энергии не закачаешь. Допустим, вот если такие элементы разряжать, то один этот элемент имеет большую энергоемкость, чем вот эти 4 штуки на 14-4 вольта. Поэтому я соберу большой аккумулятор, чтобы не беспокоиться и разряжать практически любые элементы и аккумуляторы в регенеративном режиме. Ну а сегодня я буду собирать такой же аккумулятор, но для электрической лодки. Долго останавливаться на всех подробностях не буду. Нужно будет сейчас изолировать элементы термостойким скотчем друг от друга, затем скрепить их вместе в нужной последовательности плюс-минус. Соединить, поставить плату BMS. Также нужно будет поставить диод и конденсатор, который будет защищать от самоиндукции электродвигателя лодочного мотора, чтобы не выгорело BMS. Обязательно нужно ставить диод обратно включенный и параллельно ему я ещё ставлю конденсатор. Об этом тоже есть видео, кто впервые на канале, смотрите больше видео, а также, если не подписаны, подписывайтесь на канал. Довольно много интересного и полезного контента, который вы можете найти для себя на канале. Также у кого не стоит колокольчик, обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, выходящие регулярно. Соединять элементы друг с другом буду вот таким вот образом. BMS будет стоять вот здесь и соединение будет производиться вот здесь перемычкой, здесь и здесь. Минус пойдёт на BMS, здесь минус выйдет из батареи, а плюс выйдет отсюда. Как раз с одной стороны выйдут выводы, что очень удобно. Нужно будет заизолировать элементы друг от друга вот с этих сторон. Соединять буду таким способом, потому что у меня есть подходящий корпус. Вот свинцового аккумулятора на 100 Ампер час. Я его выпотрошил. Уже такое видео есть на канале. С таким же корпусом я туда вставлял элементы на 150 Ампер час. Сейчас буду ставить на 170 Ампер час. Крышка вот такая вот. Уже всё срезано, выводы есть. Всё готово практически. Элементы скреплены друг с другом с использованием термостойкого скотча и двухстороннего скотча. Вот в этих местах я приклеил. Дополнительно ещё термоклеем усилил. Везде все швы прошёл полностью. Ну и ещё армированным скотчем стянул, чтобы вообще было очень мощно. Чтобы можно было бросать, отбиваться, если кто-то там нападает. Когда на лодке рыба, там можно рыбу прям было бить этим аккумулятором без проблем. И не бояться, что он разлетится на части. Сейчас напаяю перемычки сюда, сюда и сюда. Думаю толстыми проводами это сделать. И закреплю BMS и также её припаяю. Перемычки готовы. Можно сказать, что силовая часть завершена. Осталось только вывести плюсовой провод с батареи. И теперь можно заняться подключением балансировочных проводов к BMS. И подпайки их к вот этим перемычкам. Когда припаиваю балансировочные провода, сам разъём в BMS я не вставляю. Потому что можно припаять провод не туда, ошибиться и спалить BMS. Поэтому я на термоклей его закрепляю вот в этом месте. И развожу провода. Креплю их как положено. Затем нужно будет прозвонить разъём, убедиться, что всё нормально припаяно. И только тогда подключать его к BMS. Балансировочные провода припаяны. Теперь нужно проверить правильность. Правильно ли я припаял. Ведь я тоже могу ошибаться. И такое бывает. И было не раз. И приходится всё переделать. Подключаю минусовой щуп на чёрный, на минус. И начинаю прозванивать. Первый элемент 3,7. Дальше должно быть больше. 7,8. Потом ещё больше. 10,8. И 14,6 В. Сейчас BMS в ошибке. Потому что я разъём не подключил. И напряжение должно быть ниже. И оно должно даже падать. Да. Сейчас подключу разъём. И напряжение на выходе должно быть полным. 14,58. И здесь на выходе должно быть 14,58. Да. Всё верно. BMS работает. Всё отлично. Теперь нужно в обязательном порядке не забыть. На вход батареи к входным проводам припаять обратно включенный диод и биполярный конденсатор, который защитят от самоиндукции двигателя. Когда двигатель отключается, за счёт самоиндукции на вход батареи может приходить очень высокое напряжение, которое может выпалить транзисторы. Когда BMS отключается, к примеру, когда батарея разряжена, через двигатель тёк-ток, и внутри двигателя взаимодействовали магнитные поля. Как мы знаем, поле не может мгновенно исчезнуть, поле начинает плавно снижаться, и на выходе двигателя появляется высокое напряжение. Это как раз и называется самоиндукцией. Это высокое напряжение, приложенное к BMS, а именно к транзисторам, которые в данный момент уже разомкнулись, может привести к выходу их из строя. Поэтому ставится диод обратно включенный, и на всякий случай я ставлю ещё конденсатор. На этот раз буду ставить вот такие вот конденсатор и диод, которые были у меня в наличии. Диод MUR460, 4 А, 600 В. Можно ставить 2-3 А, 600 В, не так важно. И конденсатор 0,1 мкФ, 275 В. Конденсатор ставлю на всякий случай. Как говорится, кашу маслом не испортишь. Защита от самоиндукции, то есть диод и конденсатор установлены, плюсовой провод припаян. И что теперь, всё что ли? Уже можно ставить в корпус? Да нет, нужно же ещё протестировать BMS. На пороге срабатывания обязательно. Такое бывает, что BMS могут не отрабатывать по порогам. Я уже заведомо подготовил аккумулятор. Этот элемент я зарядил почти по полной, а вот этот вот элемент почти по полной разрядил. И теперь я поставлю на разряд. Укажу 4 элемента. 2,75 В, но в данном случае это не важно, потому что вот этот элемент разрядится быстрее. Пока разряд идёт, можно будет следить за напряжением, минимальное напряжение на этом элементе. Для тех, кто не совсем понял, сейчас я подключил зарядку к выходу батареи, разряжаю её, как будто бы это штатный режим. Один из элементов я специально разрядил почти до ноля. И BMS должна по нему отключиться. И сейчас можно будет следить за напряжением на этом элементе. И как раз мы узнаем, какой нижний порог срабатывания BMS. Так, сейчас, по идее, произойдёт отключение. Если BMS исправная. Нижний порог отключения 2,68 В. Не сказать, что прям хороший порог отключения. Лучше, конечно, если было бы 2,7, либо даже 2,75 В. Но ничего страшного, это тоже допустимо. Нельзя допускать устанавливать на литий-НМС элементы BMS, предназначенную для литий-ион элементов. Там нижний порог отключения 2,5 В. Для замера верхнего порога отключения BMS, я подключил мультиметр к элементу, который заряжен максимально. И сейчас поставлю зарядное устройство на заряд. И буду смотреть, при каком напряжении на этом элементе. BMS уйдёт в защиту, и зарядное устройство выдаст ошибку. Напряжение на элементе уже близко к критическому. Обычно отключение происходит при 4,25 В. Зарядное устройство выдало ошибку, BMS разомкнула цепь. Верхний порог отключения 4,25 В. Это значит, что BMS полностью исправна, отлично отрабатывает. И теперь можно собирать всё в корпус. А также на крышку я ещё хочу поставить индикатор заряда батареи. Подключу изнутри к выводам. И будет всё красиво. Но перед тем, как вставлять в корпус и закрывать его, обязательно нужно выровнять эти элементы до состояния этих двух. Так как этот был заряжен максимально, его нужно разрядить до напряжения этих двух элементов. А этот элемент, так как он разряжен, его нужно зарядить до напряжения этих элементов. Этой зарядкой я уже начал разряжать, она быстрее это делает. Но этой зарядкой поменьше буду заряжать этот элемент. Поставлю на ночь всё это дело. Как раз за ночь напряжение выровняется. Ну и утром продолжу собирать всё это в корпус. Силовые провода припаяны к крышке. Также здесь размещен индикатор уровня заряда. Если его нажать, он показывает, насколько аккумулятор заряжен. Всё, теперь осталось погрузить это всё в корпус и приклеить крышку. Погрузить в корпус, думаю, следующим образом. Вот таким вот. Так будет гораздо проще. Сколько места ещё остаётся свободного. Просто капец. Да? Наверное, 250 А сюда точно можно запихать. Сейчас проложу со всех сторон что-то типа плотного вспененного полиэтилена. И можно будет закрыть крышку. Хорошенько по кругу прогрел все швы паяльной станции. Проклеил кермоклеем. Всё отлично держится. Отлично работает. Теперь можно отдавать клиенту. Я рад каждому, кто смотрит мои видео, делится ими в соцсетях. Ставит наижирнейшие лайки, оставляет осознанные комментарии от пяти и более слов. Это позволяет продвигать видео и канал в целом. Я хочу, чтобы как можно больше людей узнало, какие современные типы элементов и аккумуляторов сейчас существуют на рынке, из которых можно и нужно собирать аккумуляторы. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Увидимся в следующем видео. Всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok